Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами снова поговорим о возрастании в духовной жизни, о молитве Иисусовой и о чуде Господа нашего Иисуса Христа, исцелении Иерихонского слепца. С вами Протерия Кирилл Иванов на канале «Спах вам и во всем» и «Мысли на каждый день». Господи Иисусе Христе помилуй меня! Сегодняшнее евангельское чтение – это 93-е зачало из Евангелия от Луки. В нем рассказывается об исцелении Иерихонского слепца. Зачитаем. «Когда же он, Иисус, подходил к Иерихону, один слепой сидел у дороги, прося милостыни, и, услышав, что мимо него проходит народ, спросил, что это такое. Ему сказали, что Иисус на заре идет. Тогда он закричал «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Смотрите, если мы здесь одно слово всего изменим, Давидов, да, на Божий, то у нас получится молитва Иисусова. «Иисусе, сыне Божий, помилуй мя!» Пятисловная молитва Иисусова. Шедшие впереди заставляли его молчать, но он еще громче кричал «Сын Давидов, помилуй меня!» Смотрите, что происходило. Вокруг него была масса народу, они следовали за Христом, как за великим пророком, кто-то уже его за сына Божия почитал, да, возможно. И вот они следуют за Христом, а тут какой-то нищий при дороге, оборванный, слепой, сидит и кричит. Что могло происходить? До нас евангелисты это не доносят, но могло это как выглядит? Да заткнись ты, здесь идет пророк, ему не до тебя, он идет по делам в Иерихон, а ты здесь пытаешься отвлечь внимание на себя, смотри, сколько народу вокруг него. Неужели ты думаешь, что он должен сейчас всех оставить и заняться только тобой? Вот с такими словами, может быть, к нему обращались и пытались заткнуть ему рот. Но он что делает? Какова его вера была? Он не смутился, не оскорбился, а он еще громче кричит. И кричит, уже сокращая свое обращение, «Сыне Давидов, помилуй меня!» Иисус, остановившись, велел привести его к себе, и когда тот подошел к нему, спросил его, «Чего ты хочешь от меня?» Он сказал, «Господи, чтобы мне прозреть!» Иисус сказал ему, «Прозри, вера твоя спасла тебя!» И он тотчас прозрел и пошел за ним, славя Бога, и весь народ, видя это, воздал хвалу Богу. Мы сейчас с вами возвратимся к этому слепцу и поговорим о молитве Иисусовой, но поскольку этот слепец находился по дороге в Иерихон, недалеко от Иерихона, можно сказать, Иерихонский слепец, мы с вами несколько слов скажем о самом Иерихоне. Иерихон у нас фигурирует в Ветхом Завете, когда евреи во главе с Иисусом Новином, который был учеником Моисея, который, как вы знаете, не вошел в землю обетованную, вот в землю обетованную вводит евреев Иисус, сын Новин. Когда они перешли Иордан, то при входе в землю обетованную первое препятствие для них, первым препятствием для них явился Иерихон, город, который был обнесен мощными высокими стенами. И вот, чтобы взять этот Иерихон, Господь повелел Иисусу, сына Новину, обойти его, обходить его в течение шести дней, а на седьмой день священники должны были задудеть, заиграть в трубы, а весь народ должен был в этот момент воскликнуть, ну, очевидно, обратившись к Богу. И вот они шесть дней обходили этот город, а на седьмой день священники начали дуть в трубы, а народ по знаку Иисуса, сына Новина, воскликнул. И стены этого города обрушились, и Иерихон был взят. Вот такое чудо Господь явил при входе своего народа в землю обетованную, где тогда обитали хананеи. Поскольку мы с вами знаем, что Ветхий Завет — это прообраз нового, или лучше сказать, те события, которые в Ветхозаветные времена происходили, являлись прообразами, прообразовали новозаветные события, об этом говорит блаженный Августин. Он говорит, новый завет ветхом скрывается, а ветхий в новом раскрывается. Так вот, вот этот Иерихон и падение его стен — это было прообразом дьявольской такой твердыни, крепости дьявольской, которую Господь наш Иисус Христос взял и разрушил. Это победа Христа над адом, и в общем смысле, и в душе каждого из нас. Поэтому берем себе вот это на заметку, первое событие. Второе. Иерихон находится в десяти километрах, так считают по преданию, от того места, где крестился Господь наш Иисус Христос. Мы точно не знаем это место, но считают, что вот где-то там Господь наш Иисус Христос принял крещение от Иоанна. Примерно в десяти километрах от Иерихона. Там поблизости находится и монастырь Герасима Иорданского, кто бывал на Святой Земле, бывал, наверное, и в этом монастыре, и в том месте, где Господь принимал крещение. Вот, то есть, второй момент, который связан вот с Иерихоном, да, для нас очень важный. И третий раз, третий момент, о котором мне бы хотелось упомянуть, это притча Господа нашего Иисуса Христа о милосердном Сомарине. Не помните, человек некий, схождаши по-церковно-славянски, из Иерусалима в Иерихон. Почему схождаши спускался? Потому что в греческом языке употреблено слово «котевэну». А почему там слово «котевэну» значит спускаться, сходить? Дело в том, что Иерихон находится почти на 250 метрах ниже уровня моря. Это один из самых низкорасположенных городов. И вот здесь тоже можно видеть некое такое прообразование в этой притче Господа нашего Иисуса Христа. Иерусалим, мы с вами знаем, является символом Царствия Небесного, символом милости Божией. В апокалипсисе Сиона Богослова есть Иерусалим и есть небесный Иерусалим, как тот град, который Господь дарует тем, кто любит его, как символ Царства Небесного, небесный Иерусалим. Ну и, соответственно, Иерихон – это образ темных сил, образ зла, образ ада. И вот этот человек спускался из Иерусалима, то есть из области света, спускался в область тьму, в область падших духов в Иерихон. Соответственно, он попал в руки разбойников. Кто такие разбойники? Разбойники – это духи злобы. Если мы спускаемся в духовную жизнь, падаем в духовную жизнь, теряем благодать, теряем свое благочестие, теряем свои добродетели, приобретаем какие-то страсти и пороки, то мы оказываемся где? В духовном Иерихоне, в котором находятся разбойники, которые нас раздевают, грабят, избивают. Как они и поступили вот с этим бедолагой из притчи. И чем закончилось, вы все знаете, проходил мимо самарянин, добрый, милосердный самарянин, который поухаживал за ним, возлил на… обработал раны его елеем и вином, посадил его на свой скот и на ослика и отвез в гостиницу. И в этой притче под милосердным самарянином мы подразумеваем самого Господа нашего Иисуса Христа, который, как милосердный самарянин, обрабатывает наши раны, исхищает нас из рук врагов и всячески заботится о нас. Вот три таких момента при воспоминании о Иерихоне, при воспоминании о Иерихоне, три вот этих момента мы должны помнить. Это падение стен Иерихонских, это крещение Господа нашего Иисуса Христа, и это притча о милосердном самарянине. Итак, когда мы встаем с вами на духовный путь, начинаем духовно жить, а духовно жить мы начинаем когда? Когда мы принимаем крещение. В таинстве крещения у нас с вами начинает, можно сказать, работать, функционировать тот орган, который воспринимает божественную благодать, который воспринимает духовную жизнь. Вот у нас есть телесные чувства, зрение, слух, обоняние, вкус, осязание. Мы ими воспринимаем мир физический, мир материальный. У нашей души тоже есть духовные органы. И эти органы начинают функционировать, выполнять свои функции после таинства крещения. Крещение и миропомазание, в котором Господь нам дарует себя. Печать дара Духа Святаго. Таинство миропомазания. Благодать Духа Святаго освещает все наши силы душевные, для того, чтобы мы могли расти духовно. Вот что такое крещение и миропомазание. Крещение отверзает нам вход, отверзает нам возможность к использованию тех сокровищ, которые Господь оставил в своей церкви. И первое из этих сокровищ – это таинство миропомазания, в котором нам преподается сам Дух Святой. Вот это мы с вами вспоминаем, как крещение Господа нашего Иисуса Христа, так и здесь мы с вами видим аналогию. Мы принимаем крещение. Дальше. Когда мы начали духовную жизнь, мы первым делом делаем что? Мы сокрушаем дьявольскую твердыню, сокрушаем дьявольскую крепость, которая находится где? Она находится внизу. Мы должны спуститься вниз. Иерихон находится ниже уровня моря, на 250 метрах. Поэтому мы закрываем свои глаза, опускаем голову и оказываемся там, внутри себя, в сердце свое. Мы должны спустить свой ум, свое внимание в сердце, оказаться там, в духовном Иерихоне, рядом с ним, с этой вражьей твердыней, вражьей крепостью. И обходить его, так сказать, круговой молитвой, как используют эти термины святые отцы, Григорий Палома, Иосиф Исихас, круговая молитва. Господи Иисусе Христе, помилуй меня, мы там ходим в этом сердце, обходим эту твердыню, обходим в молчании внутреннем, в сосредоточении, в тишине. Именно в тишине собирается божественная благодать. Многие святые уходили в затвор и молчали там. А апостол Иаков, помните, что говорит о языке в своем послании. Он говорит, что человек, который может обуздать свой язык, это человек совершенный, который может обуздать и все свое тело. Взгляните, говорит, на коня. Не мало ли уздой они укращаются, так и человек, который может справиться со своим языком. Вот, поэтому в молчании. И вот эти, этот народ еврейский, который шесть дней в молчании обходил Иерихон, да, он как бы собирал, аккумулировал вот эту духовную энергию, которая в седьмой день выплеснулась вот этой молитве и в реве труб, которые призывали божественную благодать. И мы с вами должны собрать свой ум, свое внимание в тишине, в своем сердце, аккумулировать там эту энергию и воззвать, как Иерихонская труба, к Богу. И тогда вот это дьявольская твердыня, которая, это крепость, которая в нашем сердце находится, в которых находятся страсти, пороки наши, откуда исходят грехи по слову Христа. Помните, он говорит, что, что человека сквернит не то, что входит в уста, а то, что исходит из уст. Потому что то, что исходит из уст, исходит из его сердца. А в сердце находятся нечистые помыслы. Там находится и похоть, и злоба, и убийства, и прочие страсти и пороки. Вот поэтому мы берем с Божьей помощью вот эту твердыню Иерихонскую. Молитвы Иисусовой мы ее берем, разрушаем эти стены, вопием к Богу. И когда божественная благодать приходит к нам и разрушает вот эти твердыни, мы тоже в процессе этой борьбы, наверное, оказываемся, принимаем какие-то раны, пока боремся, принимаем какие-то раны. И вот сам Господь наш Иисус Христос, как милосердный самарянин, приходит к нам, омывает нас елеем и вином, или лучше сказать, своей собственной благодатью, исцеляет нас и наша духовная жизнь восходит на новый этап. Итак, возвращаемся к этому евангельскому слепцу. Вот он именно у Иерихона находился и он нас учит и тем, что он находился у Иерихона и навеял на нас такие воспоминания, и тем, как он обращается ко Христу, он учит нас молитве Иисусовой. Многие святые говорили, что без молитвы Иисусовой вообще спастись практически невозможно. Почему? Да потому что, если мы просто утренние и вечерние молитвы читаем, то в течение дня мы о Боге забываем. А вот молитва Иисусова нужна именно для того, чтобы мы с вами ходили перед Богом, чтобы в течение всей нашей жизни, каждый день, в течение всех суток мы Бога помнили, Его как бы видели рядом с собой. Когда мы Его будем видеть, чувствовать, помнить о Нем, то, естественно, мы и от греха будем отходить. Представьте, если нас на смартфон снимают, да, а мы бы хотели сделать что-то нехорошее, неважно что, но если кто-то рядом стоит со смартфоном, да или просто стоит, смотрит, да, мы, очевидно, уже этого делать не будем, придется нам отложить, как минимум, или вообще отказаться от своей затеи нехорошей. Тем более, если рядом стоит Бог, то мы с вами не просто устыдимся, а мы, чувствуя Его любовь, Его благодать, Его помощь, мы не просто устыдимся своих злых дел, слов и помыслов, а мы от них совсем откажемся по любви к Нему. Вот для этого нужна молитва Иисусова, чтобы мы с вами ощутили в своей жизни присутствие Бога, присутствие Христа, присутствие Духа Святого. Вот поэтому, как евреи, которые стремились в землю обетованную и мы устремимся с вами в землю обетованную. Земля обетованная находится где? В нашем сердце. Господь сказал, Царствие Божие внутри вас находится. Поэтому устремимся туда, устремимся в свое сердце, но чтобы нам попасть в эту заветную дверцу, через которую отверзается вход в Царствие Небесное, нам нужно аккумулировать духовную энергию в тишине и в молчании, то есть отложить житейское попечение, сосредоточиться в молитве. Шесть дней, условно говоря, почти семь дней обходить вот этот город, это какой-то, какая-то полнота времени, которая у каждого своя, кому-то это пять лет, кому-то это десять лет, кому-то у кого-то это двадцать лет. Вот мы обходим эту иерихонскую твердыню, эти иерихонские стены, в тишине, во внутреннем сосредоточении, и мы вопием, как Богу, как иерихонская труба наш вопль должен быть. Почему, как иерихонская труба? Потому что мы видим глубину своего падения, мы видим пропасть, которая разделяет нас с Богом, и мы вопием ему, Господи, Иисусе Христе, помилуй меня. И как вот этот иерихонский слепец, когда вокруг него собралось множество народа и заставляли его замолчать, и мы с вами тоже в некоторых ситуациях мы с вами эту молитву сокращаем. Например, когда у нас много дел или когда мы с кем-то беседуем, мы с вами уже не можем повторять пятисловную молитву, мы можем двусловную, например, повторять. Господи, помилуй, или Иисусе Христе. А некоторые преуспевшие в молитве Иисуса говорят, что когда особым образом благодать касается сердца, ну, например, когда человек подходит к чаше, к причастию, вот если он готовился и переживает то, что с ним должно сейчас произойти при причащении тела и крови Христовых, то благодать может настолько коснуться его сердца, настолько коснуться его души, что он даже уже ни пятисловную, ни двусловную молитву не может повторять, а произносит только однословную, только одно имя Христа произносит Иисусе, Иисусе, Иисусе. Само сердце его с любовью обращается ко Христу и говорит, Иисусе, И вот человек в таком чувстве может причащаться очень сильном таком чувстве переживаний присутствия милости Божьей может причащаться телу и крови Христовых. Вот поэтому будем помнить о вот этом призывании Бога в течение дня и в течение ночи, чтобы благодать Божия снизошла на наше сердце, чтобы стены иерихонские, как вот эта дьявольская твердыня, сокрушились, чтобы в нашем сердце оказался милосердный самарянин, который омыл бы нашу душу своей благодатью, который исцелил бы наши раны духовные, и чтобы мы вместе с вот этим евангельским слепцом последовали за Христом и славили Бога всей своей жизнью. Аминь. Храни вас все, Господи, дорогие друзья. Господи Иисусе Христе помилуй истинь. Аминь. Аминь. Аминь.